Так, пошла запись. Да. Всё есть, всё. Так что, продолжаем. Кстати, время сколько у нас? Уже у нас сейчас. Ладно. Слава Богу! Слава Иисусу Престулу, нашему Спасителю. Мне даже жарко. Слушайте, когда проповедуешь, даже как-то аж... Аж прэ. Даже и тело нагревается. Уже щёчки стали красненькие. Во! Дякую! Так что, да. Так что... Действительно, это благодать. Много раз я десятки свидетельств просто слышал и читал от разных очень даже служителей. Очень разных направлений христианства, ветвей христианства. Очень разных. О том, что действительно блажение давать, нежели принимать. Действительно, все проповедующие Божье Слово... Я убеждён. Вот когда Гамилетику преподавал там, в семинаре тоже. Рассказывал и слушал Среди Христов братьев. Которые уже там проповедуют где-то, допустим, да. Ну там в семинаре делают даже так, что каждому даётся какое-то время там для, допустим, короткого слова. В институте так, в еврейском было тоже. И мне очень это нравилась практика. И все свидетельствуют, что когда начинаешь давать это слово, да, то ещё больше принимаешь. Как бы ещё более свежие слова приходят. Некоторые даже проповедники говорят так, что почему вот у Павла столько посланий было. Знаете ли, больше всего написал это в Новом Завете посланий. Хотя другие были прямо возле Иисуса, да. И они, может, имели откровение, огромное откровение имели. Но они и делились с ними, конечно же, да. Но вот стоило Павлу писать это и послать ему ещё больше и больше. Вот Бог давал в его вот сердце вот это понимание откровения. Так что даже, знаете ли, общаясь там с теми апостолами, да, которые при жизни знали лично Иисуса, да, он не был там изгоем, он не был там, знаете ли, вот так вот бедным родственником где-то. Вот, нет, он понимал, что вот откровение, которое он имеет от Бога, это ну силище, огромное силище. И это послание для всех вот народов, для всех язычников. Удивительно, конечно. Так что, друзья, вот и то же самое с исцелением. Я заметил, когда долго не молишься за людей, за исцеление людей, да, то я понимаю, что как-то вот уже и начинаются сомнения, а правда ли, а подлинно ли, а как это будет вообще, исцеление, как это, как оно будет происходить там, и думаешь, и гадаешь, значит. А вообще-то наше дело не это совершенно. То же самое, когда проповедуешь, допустим, вот я по сегодняшнему утру заметил, вот начинаешь сразу думать, вот, а как люди подумают вообще, а надо ли им это? У них такие недовольные сейчас с утра лица, как бы, значит, может, люди не выспались, тут рано встали, как бы, в воскресенье там, многие, может, кто-то по работе, там, не знаю, ну, большой город. Вот, как бы, значит, понимаете ли, вот когда начинаешь думать, а как это, что, как это будет вообще, все, это пиши пропало. Вот, тогда уже никакого нет ни интереса, ни задора вообще, и как бы, вот, угошаешься от Духа Божьего, вот я это замечаю по своей жизни, вот, а начинаешь, ну, конечно, среди своих вообще благодать, конечно, говорить. Вы же даже и собрались, да, собственно, как бы, не просто, мы в метро встретились, допустим, в огоне, да, вы же не просто, не посторонние люди, это хорошо. Вот, но когда проповедуешь человеку, который не готов, и вообще, может быть, даже не ориентируется вообще никак религиозно, вот, самое главное, меньше думать о том, значит, как это все будет, как это будет происходить, вот, что он подумает, или за больного молишься, допустим, а как это возможно, исцеление-то в таком невозможном, вот, случае, вот, в этом отношении, чем меньше думаешь, тем лучше, вот, да, просто думать, я, мне помогает, знаете, когда начинают думать по-другому, вот, чтобы не подумали другие люди, чтобы они не сказали, да, чтобы, как бы это невозможно не было, Бог сильнее всего этого, и Бог хочет спасти всех вообще. И начинаешь об этом размышлять, я помню, когда в метро тоже, вот, опыт был у меня, такой позитивный опыт, не отрицательный, а положительный опыт, вот, я очень рад, что были разные опыты, и в том числе хорошие опыты были у меня, и вот самый первый опыт мой проповеди здесь, в метро как раз, вот, значит, это вот, как раз вот тоже вот, вот, на этих станциях, от Днепро до туда, до Лесовой, до Черниговской, это я ехал тогда, значит, значит, и уже я понимал, что чем дальше я езжу, я молился за людей, за всех, там, участников этого движения, как бы, да, вот, значит, в метро, но это не то, потому что я спустился в метро не с такой идеей молиться за людей, я пришел именно конкретно благовествовать, вот, и как это будет, и там еще, как раз эти, как назло, эти всякие корабельники ходят, вот, там, значит, товары себе предлагают, наши всякие, вот, думаю, ну, как бы, вроде, я только уже собирался уровень открыть, заходит, там, товарищи, вот, там, клей какой-то, что-то еще там, значит, оно тебе надо, как бы, ну, вообще, ну, совсем другую опера, ну, ладно, и я уже там уже подъезжаю, когда в очередной раз уже, я катаюсь туда-сюда, думаю, глупо как-то вообще, думаю, я же не покататься в их, пришел-то, а проповедовать вообще-то, ну, ладно, значит, ну, молюсь уже за мир во всем мире, короче, значит, за детей Никарагу, за всех, короче, значит, ну, ну, я же пришел благовествовать, вот, первая-то, первая мысль всегда от Бога-то, думаю, что точно, четко, ну, ладно, значит, и уже снова едем, значит, да, значит, к Днепро станции, вот, значит, сейчас снова будет метро уже идти, по, значит, не под землей, самое хорошее место как раз для проповеди, думаю, удачно, вот, и я уже взмолился Господу, говорю, Господи, ну, про себя так, что, говорю, помоги мне, вот, 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 реально, я понимаю, что я все, я вот не могу ничего точно сегодня, вот, и, значит, до обеда прокатался и рот не открыл даже благовествовать, хотя собирался и накануне молился, ведь, чтобы пойти мне благовествовать в метро, у меня было побуждение такое, позыв был такой большой, ну, ладно, значит, и я уже взмолился Господу и говорю, Господи, ну, вот, дай мне, пожалуйста, ну, знаки такие, что ли, как бы, ну, я свои условия некоторые могу, так, высказал, пожалуйста, вот, чтобы эти корабельники не ходили, вот, пока я проповедую, ну, чтобы, ну, не перебивали, не мешали, вот, и по возможности, говорю, чтобы, вот, люди, как, вот, как, вот, как, вот, они были от Днепро станции, чтобы, ну, не выходили, не заходили, чтобы, значит, ну, не было суматохи, чтобы, ну, как бы, и, знаете, вот, почти все, ну, почти исполнилось, выходить, не заходить я не замечал, но, возможно, что-то и не сходил никто больше, и не выходил, вот, до самой Черниговской, возможно, я не скажу точно, но насчет корабельников точно не было, думаю, здорово, вот, значит, там уже ближе к Черниговскому, а там, вот, тут зашел, значит, там, что-то там сказал, значит, там, ну, ну, я уже, уже был уже на коне, уже, тогда, вот, и, значит, и, и, значит, там, когда Днепро уже отъехал, да, поезд от метро отъехал, значит, то я уже вышел вперед, по центру, и сказал, ну, у меня как-то так жалобно получилось, знаете, как профессиональный нищий, вообще, я не помню, как я сказал-то, а, уважаемые пассажиры, но не так сказал, а вот как-то так жалобно, даже сам себя слушался, ну, знаешь, прям, как талант такой бармадаевый, он профессиональный нищий, а они когда обращаются, вот, вот, и еще, как назло, некоторые в карман полезли, представляете, вроде я, как бы, хорошо батюшка, а я в ряде, прям, вроде, значит, у людей добрых, денежку прошу, ой, я думаю, вообще, да, позорюще, думаю, я же, я же, вообще, не о том, но, так получилось, видимо, от волнения, голос, как-то так вот, очень, да, задорожал, да, но я уже, там уже, там уже прокачивался, я уже, там уже говорю, я человек верующий, я опять пауза, думаю, стоп, ну, что за бред, ладно бы я, там, я, там, просто, по гражданке был бы, там, по протестанту сошел бы, значит, а это, значит, думаю, батюшка, и утром признается, что он верующий, вообще, думаю, я стою, а люди у меня хлоп-хлоп глазами, вот я смотрю, ну, что будет дальше, им интересно, я, как бы, сам, думаю, побыстрее бы, станция, я бы вышел бы, просто, от позора такого, думаю, ну, что ж, ехать там долго, еще на Днепроп-то, ой-ой-ой, редкая птица, там, да, какая, а мы даже еще не на середине, короче, ну, что делать, надо что-то говорить, я уже, там, уже взмолился, уже про себя, уже, господи, ну, вручай, пожалуйста, потому что я опозорился, и, знаете, вот, Бог не оставил так долго меня в позоре такого, ну, идея тут же пришла, вообще, прям такая, надо же, а у меня все проповеди забылись вообще, как будто я ни разу в жизни вообще ничего не говорил никому никогда, и вдруг у меня, ох, Эфрика, или Рэма, точнее, вспомнилась про богача и про лазаря, думаю, сам на то, что нужно, я сейчас иду, и я давай, значит, там, и направо, и налево, всему вагону рассказываю эту притчу, вот, до самой, там, следующей, там, какой-то метро, там, станции, я там все это рассказывал, вот, значит, так и так, вот, значит, говорю, это все реальность, это не попы придумывали, как раньше нам говорили, там, значит, там, в советское время, я говорю, реальность, вот, и есть путь на небеса, Иисус Христос, народ слушает, доволен уже, я еду дальше с ними, дальше рассказываю, говорю, потом уже, уже, там, уже, где-то ближе к Дарнице, уже говорю, вот, говорю, хотя мы сейчас, говорю, в метро, в вагоне метро, да, но это не храм, не дом молитвенный, говорю, не костел, ничто, но, говорю, но Бог и здесь сейчас с нами, вот, говорю, давайте помолимся, вот, значит, повторяйте молитву покаяния, говорю, примирение с Богом, принимайте Иисуса Христа, да, Спасителя, короче, убеждал такими словами, давай молиться, глаза закрыл, а страх, наверное, больше даже, а сам, значит, ну, это, как его это год еще, 98-й был, 99-й год, давно уже, короче, было, и я сам глаза закрыл, а сам смотрю туда-сюда, вот, потом, значит, когда глаза открыл, смотрел уже, то я видел, что люди, ну, многие повторяли молитву, вот, ну, даже те, кто не повторяли, они сидели вот с таким выражением, таким, духовным, таким, знаете, вот, то есть они как-то соглашались, по-моему, вот, с тем, что, значит, говорилось, значит, и вот уже до Черниговска доехал, там уже, вышел уже, значит, а мне, как раз, на Черниговска, как раз, значит, там, вот, надо было вот туда, в наститут библейский, думаю, здорово, и там, прямо, на платформе, там, на платформе, знаете, и помолился, говорю, Господь, спасибо, вот, чудесно, значит, там, и люди готовы, они как будто приготовлены вообще были, как будто по приглашениям аудитория такая собралась, и, знаете, что, меня еще сподвигло, подтолкнуло, как бы, к тому, чтобы благовествовать, вот, как раз, вот, перед тем, если отмотать назад, то, вот, такая мысль такая, не то, чтобы, как раньше было, там, что, что, людям, это надо, не надо, как бы, значит, там, и вроде я ни к чему, здесь, значит, со своими проповедями, а вот, знаете, вот, значит, мысль такая, а ведь даже, а вот для кого-то, может быть, это вообще сегодня последний шанс вообще услышать, мы же все под Богом ходим, да, может, кто-то сейчас уйдет на небеса, значит, вообще с этой жизни уйдет, значит, и для кого-то, может, сегодняшняя вот эта возможность, как раз я, проповедник Батюши, в метро специально, значит, да, значит, по откровению пришел и промолчал, тогда, думаю, просто, да, нам не будет человека того, значит, а может быть, думаю, кто-то еще будет потом после меня, а вдруг нет, а вдруг я последний, как раз, вот, в этом списке, может, предыдущие тоже так вот опозорились и отказались, кто его знает, всякое бывает, вот, и думаю, нет, думаю, нет, надо сказать, думаю, была, не была, думаю, надо сказать, вот, и потом уже, когда все это проговоришь, да, так хорошо, слушайте, так хорошо, и уже на коне, уже чувствуешь уже, уже себя со всем, уже победителем, уже, вот, и обновление такое полное вообще, и духа, и души, и тела, вот, ощущаешь действительно, в общем, удивительно, и новые пробуют, и всякие идеи рождаются, потом уже проповедовал, что там уже, там, на этом рынок малышка, но я уже, уже не стеснялся, уже, знаете, первый раз стыдно, потом уже не стыдно, уже, потом уже даже классно, вообще-то там стою, там проповедую, кто-то там говорит, батюшка, там в храме у себя, там проповедую, я говорю, и на улицах, и на площадях, вот, и все, короче, уже, не стесняюсь уже, вот, вот так вот, и я о том, что тоже, когда, допустим, и молишься за исцеление больных, когда начинаешь думать, а как это может быть, а вообще, вообще-то нереально, вообще-то, вот, когда пытаешься естественным человеческим взором, как бы, оценить ситуацию, то все, такое упадническое настроение, как бы, даже если помолишься, то как-то без энтузиазма, ну, моё дело, я понимаю, как проповедника, как христианина, меньше думать об этих вещах, чтобы обновление было, действительно, вот такое, Божье в моей жизни, Бога воплощении, я пропитываюсь им, он пропитывается мной, и, вот, финал, вот, в жизни Иисуса, да, слова его, многие прекрасные слова его, мы вспоминаем, читаем, перечитываем их, зачитываемся, провозглашаем слова его, вот, одно из самых прекрасных слов его, он как раз сказал, вот, на Ханаку, мы вот перед служением, как раз с братьями здесь рассуждали, я так рассказывал немного о Ханаке, об обновлении, вот, зимний праздник, вот, вот, говорил о том, что произошло, там, лет за 200 до рождения Христа, вот, и именно, как раз, на Ханаку, на праздник обновления, Иисус сказал, тогда, вот, в Евангелии от Иоанна, 10.30, записан, да, в 10 главе, 10.22, там написано, что была зима, и был Иисус, был праздник обновления, Иисус был при храме, там, да, значит, и в притворе Соломоновом, и он провозгласил, там, в 30 стихе записано, «Я и Отец одно, я и Отец одно». Он еще подросткам говорил, конечно, очень удивил, конечно, своих родителей, и мудрецов всех, которые были там при храме, он сказал, что родителям своим следующее, что «Вы разве не знали, что мне должен быть в доме отца моего?» Удивительно, и потом, вот, с того момента, и вот, во всей жизни земной Христа, вот это все больше и больше проявлялось, вот это чудо Бога воплощения, являлось в чудесах, знамениях, вот, и вот кульминацией были вот эти слова, «Я и Отец одно». Одно. Я вспоминаю каждый раз слова из Ветхого Завета, где говорится о создании человека, да, и там говорится, и будут двое, одной плосик, да, одно, одно. И тоже слово, вот это еврейское слово, «Эхат», «Эхат», значит, и вот эта молитва еврейская, знаменитая, да, как символ веры ее называют тоже, «Шма», да, «Слушай, Израиль», «Шма, Израиль», «Адонай, Илогейнам», «Адонай, Эхат», «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь Единый». Вот это «Эхат», да, значит, «Эхат» как «Единый», вот, многие переводят его как «Единственный» или «Один неповторимый», но на самом деле «Эхат» – это слово по отношению к Богу употребляется в Библии, и по отношению к человеку, где говорится, что мужчина и женщина, да, создал и благословил их, вот, и будут двое одной плотью, тоже «Эхат». По отношению к человеку, когда мужчина и женщина становятся одной плотью, становятся одной семьей, вот, Адам и Евы, допустим, да, значит, другие потом семьи, вот, за почти 6 тысяч лет, вот, сколько семей, семейная жизнь на этой земле, она, как бы, собственно, основная семейная жизнь для человека, любого земного. И, значит, и вот слово «Эхат» тоже употребляется, то есть буквально «Севрита» – это не просто «Единственный», да, а это «Единый», «Единый». И вот Иисус сказал, что «Я и Отец одно». Мы знаем на греческом языке Новый Завет, мы не знаем еврейского текста, и он не сохранился, еврейский текст Нового Завета, потому что историки говорят, что, скорее всего, было написано изначально на еврейском языке, а потом переведено на греческий, общий, популярный такой народный язык. Возможно, так было. Даже историки говорят, ученые говорят, лингвисты, что, скорее всего, таково и было. Вот, даже про Матфея и Евангелие, однозначно сегодня мнение такое у богословов, историков. Вот, про Евангелие от Иоанна, вот, значит, тоже такое же мнение. И если это так, ну, как бы то ни было, мы не знаем, что Иисус сказал конкретно, как Он сказал на еврите-то. Он же не на греческом разговаривал, на еврейском своем языке. Скорее всего, Он сказал эхад. Скорее всего. Тем более, что, знаете ли, Его же хотели после этого убить. Вот. И это не просто так. За обычный проповедь не убивают. Знаете ли, чтобы взять камни и чтобы попить Его до смерти. То есть, скорее всего, это было провозглашено слово, что Я и Бог, Отец, Мы, одно целое. А, это звонок, у меня тоже есть звонок, с Винницы идет. Благоставляю Винницу, благоставляю всех там братьев, сестер, в Ильинцах, в Винницкой области, благоставляю во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Так что Я и Отец, одно. Я и Отец, одно целое. Слава Богу. Благоставляю вас всех, дорогие друзья. Благоставляю священническим благоставением во имя Иисуса Христа. Тароима. Давайте встанем, помолимся к друзьям. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа, Бог Авраама и Исаака Израиля, Бог патриархов и пророков, Отец наш, Ава, Отче, сущий на небесах, да святится имя Твое. Благослови народ Свой миром. Благослови нас, Господь, распусти с миром Твоим. Пусть Твой шалом, Твой мир будет в наших сердцах, в наших домах. Боже, и пусть благовествующие, пусть свидетели Иисусовы, Господь, не умолкают, но говорят действительно о великой благодати и действуют в этой величайшей благодати, данной нам. Слава Тебе, Господь. Слава. Боже Всебогущий. И пусть реки воды живой проистекают, Господь, из чрева. Пусть реки воды жизни, Господь, Боже, они не просто нас напаяют, а эта вода в нас превращается, в нас делается источником воды, текущей в жизнь вечную. Слава Тебе, Господь, Царь наш, Бог наш, драгоценный наш. Благослови Господь снова и снова, парки и парки, прошу Тебя, Боже, благослови всех нас, Боже, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога, Отца и общение Святого Духа пребывается всеми нами. Аминь. 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 Да, и мальчик. Кто хочет, посидит, там, Боже, в глазках, обочаясь, я забыл эту сану, в эту ерке. Вот, да, А можно выключить камеру, да, попрошу, Максим. Да, слава Богу. Слава Богу, я. Благословений всем вам, друзья. В следующем...